Сегодня я вам покажу, как построить мини-боевой вертолёт, который умеет ехать, чему бы и нет. На нём имеется красная кнопка, при нажатии которой он взлетает. Точно такая же кнопка есть под этим видео. И в его вооружение входит барабанная турель, которая с воздуха может неплохо так всех поуничтожать. Давайте не будем задерживаться и приступать к его строительству. Время туториала. Сначала нажмём на плютик и меркинг леву поставим на зелёный. После этого поднимемся на один блок и построим платформу 4 на 7 блоков. Меркинг леву, то есть уровень скрепления мы включали, чтобы эта платформа была цельной. Теперь поставим два металлических стержня в центре этой площадки и сверху поставим металлический блок. Спереди и сзади этого блока поставим плоские колёса. Теперь давайте установим магниты. Спереди ставим 1, а сзади 2. Также установим кресло пилота. Пришло время изменить настройки. Уровень соединения вернём на оранжевый, а перемещение поставим на 0.5. Поставим два блока сзади кресла и, как показано на видео, установим задние колёса. Эти блоки будут мешать магнитом летать, поэтому мы их удаляем и соединим колёса по-другому. Переднее колесо поставим по-другому принципу, потому что оно у нас только одно. Как видите, колесо стоит ровно по центру. Теперь соединим колёсный блок с корпусом. Выглядит не очень симметрично, поэтому мы построим то же самое с другой стороны. Вместо колёсного блока можно поставить просто бетон. Вот такой байк получился, теперь мы из него сделаем вертолёт. Но сначала немножко привязки. Во-первых, отвяжем всё от кресла. Так нам будет удобнее разобраться, где что. Пока что нам нужно провязать только колёса на клавише EQ. Временно сзади поставим кнопку, чтобы к ней привязались все остальные механизмы. Давайте сделаем основной пропеллер. Ставим сверху колесо и под 45 градусов ставим блок и к нему прикрепляем стержни. Вот такой пропеллер получился. Чтобы выглядело покрасивее, удаляем металлический блок и ставим его заново. Без понятия почему, но красиво. На всякий случай пропеллеры отключим коллизию. А то ещё врежется кого-нибудь. Мало не покажется. У нижней платформы с двумя палочками отключим коллизию и включим прозрачность на 100%. В плющике вращение ставим на 15 градусов и начинаем строить задний пропеллер. Сам пропеллер я решил сделать из бетонных палочек. Так как мы строим без рулетки и без шпателя, это будет довольно сложно. Крутой, конечно, пропеллер получился, но теперь нужно точно такой же построить с другой стороны. Пришло время заставить его крутиться. Для этого мы поставим сзади плоское колесо. Эти две палочки могут нам всё испортить, поэтому мы их просто уберём. Остаётся только соединить два пропеллера и колесо. Само колесо нужно присоединить к корпусу, чтобы оно не отвалилось. Конечно же, благодаря магии отвертки мы включим у них прозрачность и отключим коллизию. Вертолёт полностью готов, теперь сохраняем и можем его проверять. Но всё-таки, чтобы ничего не отвалилось, лучше заново загрузить. Теперь просто размораживаем при помощи отвертки и я расскажу краткое управление. Чтобы ехать вперёд, нужно нажать на клавишу Е, а чтобы назад – Q. Повороты осуществляются обычными клавишами А, Д, как и в обычной игре. Для полёта нажимаем на заднюю кнопку. Тут управление несложное, просто как обычная ходьба в робоксе. А сейчас давайте построим спереди пушку. Сначала из наших любимых палок сделаем подставку для неё. Теперь сделаем саму пушку отдельно от корпуса. Поставим пару колёс, как показано на видео. Они нужны для того, чтобы мы могли вращать пушкой. У колёс скорость ставим на 1, отключающийся момент на зелёный. Далее выделяем колёса вместе с заборами и включаем у них прозрачность и отключаем коллизию. Соединим верхнее колесо с корпусом. У этих заборов тоже включим прозрачность и отключим коллизию. Шло время их привязать. Сначала отвязываем их и привязываем первое колесо на клавиши X, Z, а второе на C, V. Теперь сделаем барабанное орудие на 5 снарядов. Для этого нам понадобится привязать 5 пушек 5 таймерам. Но если все пушки у нас будут сразу в одном блоке, то мы не сможем их нормально перепривязывать. Поэтому мы каждую пушку будем по отдельности задвигать с помощью поршня. Давайте установим все 5 таймеров и привяжем каждый таймер друг к другу. Их тайминг нам нужно поставить на полсекунды. Чтобы привязать пушку, нужно сначала привязать ее к своему таймеру, а потом отвязать от кресла. Так как эта пушка автоматически уже туда привязалась. Правильно настраиваем длину поршня, после чего задвигаем эту пушку и включаем у нее фиксацию. Так нужно сделать 5 раз. Но если у вас есть шпатель, то все становится гораздо проще. Вам просто нужно поставить пушку, отвязать ее от кресла, привязать к таймеру. И просто при помощи шпателя задвинуть ее в другую. Делается максимально быстро и удобно. Я закончил. Теперь включаем прозрачность на 100% у пушек и по желанию отключаем AIM. Я говорил, что ту кнопку, которая сзади стоит, мы ставили временно и сейчас мы ее удаляем. Потому что впереди мы делаем своего рода руль и ставим на нее красную кнопку. Тут не пойми, что привязалась, поэтому мы сначала поставим кнопку здесь, чтобы к ней все привязалось. И поставим следующую здесь. К ней привязываем все магниты и колеса, которые отвечают за пропеллеры. Сделаем пушку немножко похожую на пушку. И привяжем первый таймер к креслу пилота. Оно автоматически привяжется на клавишу F. Все готово, сохраняем и можем проверять. Как я говорил ранее, ехать он может на клавишу E-Q. А если зажать переднюю кнопку, то можно летать. Также у нас может вращаться пушка на клавише X, Z и C, V. И стрелять из своего барабана. Сейчас поднимемся повыше, я это покажу. Нажимаем на клавишу F. И каждые полусекунды у нас вылетает по одному снаряду. Всего у нас вылетает 5 снарядов. Потом, после небольшой перезарядки, мы снова можем стрелять из барабана. Надеюсь, что у вас все получилось. И на этом наше видео будет заканчиваться. А сейчас я вам рекомендую посмотреть видео, как построить Делориан без рулетки. Всем до скорых встреч.